МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Пульс города. О наиболее ярких и заметных событиях последнего месяца лета расскажем прямо сейчас. И вот некоторые темы этого выпуска. Двух- и четырехполосные с парковками, освещением и озеленением. Тремя новыми дорогами перерастет город к октябрю. Сплотились общественники, волонтеры, предприниматели. Несколько партий гуманитарной помощи отправились в Барнауло в Курскую область. По-семейному и патриотически накануне дня рождения Барнаула об основных фишках праздника. Реверсивное движение отменили на днях на участке Паловского тракта. Его вводили на время проведения масштабной реконструкции сетей водоснабжения по инвестпроекту «Меланджист Алтая». По нему водопроводные сети комплексно обновляются на трех участках города. Самый технологически сложный – как раз на пересечении Паловского тракта и улицы Новороссийской. О проведенной колоссальной работе подробнее в сюжете. Три недели на Паловском тракте в районе улицы Новороссийской действовало реверсивное движение. Его вводили вынужденно. Здесь нужно было провести масштабные работы по обновлению сетей водоснабжения. Их комплексная реконструкция стала возможной благодаря реализации в городе инвестиционного проекта «Меланджист Алтая». Как показала практика, изменение схемы движения серьезных проблем горожанам не доставило. Заторовых ситуаций не было. Соответственно, схемы у нас на текущий момент рабочие. Участок на пересечении Паловского тракта и улицы Новороссийской, подчеркивают специалисты, самый технологически сложный из тех, что обновляют по инвестиционной программе. В ремонтных работах общей сложности было задействовано 40 специалистов предприятия. Порядка 30 единиц техники. Напомним, крупный инфраструктурный проект реализуют в Барнауле за счет средств бюджетных кредитов. Объем вложений – более 2 миллиардов рублей. Основательная модернизация коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Данил Кузнецов специально для программы «Пульс города». Три новые дороги появятся к октябрю в развивающемся районе новостроек. Речь идет о магистралях в индустриальном районе. О строительстве дорожного полотна в последний месяц лета, а также облагоустройстве примыкающей территории, расскажет моя коллега Мария Костылева. Наряду с жилыми высотками в строящихся кварталах в рост идут и дороги. Построят сразу три в этом году в индустриальном районе. На улицах 65 лет победы, 280-летие Барнаула и Сергея Семенова. Две первые появятся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Строительство третьей ведется на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Каждая из этих дорог – настоящая транспортная артерия для новостройки, и их здесь очень ждут. В этом году темпы работ дорожников немного сдерживала нестабильная погода. Осадки то и дело вносили свои коррективы. Те погодные условия, которые у нас были, что в июне, что в июле, залповые дожди. Очень много работ на объектах связано именно с земляными работами. Мы здесь производим строительство ливневой канализации. Вот эти залповые дожди нам дали намокание грунта, затопление участков строительства. С начала работ улица 65 лет Победы заметно преобразилась. Сделан котлован для проезжей части, проложено порядка 500 метров ливневой канализации с колодцами. Подготовлено щебеночное основание под дорогу от Семенова до 280-летия Барнаула, уложено два слоя асфальта. Сейчас дорожники занимаются установкой бортовых камней, поребриков, укладывают плитку на тротуары. Объект очень значимый, большая жилая застройка. Задачи такие, что к сентябрю нам, к началу учебного года, необходимо уже получить на определенных участках асфальт, обеспечить пешеходное движение, ну и перейти к благоустройству. Напомним, на улице 65 лет Победы, согласно проекту, должна появиться четырехполосная дорога с парковками, освещением и озеленением. Проектом дороги по улице 280-летия Барнаула предусмотрено строительство ливневой канализации. Дорогу по Семеново обещают обновить от Солнечной поляны до Попова. Кстати, здесь будут еще и велодорожки. На сегодняшний день на всех трех объектах задействованы порядка 80 рабочих и около 50 единиц техники. Цель – завершить все работы по строительству и благоустройству до 1 октября. Мария Костолева специально для программы «Пульс города». 2 сентября возобновится движение по трамвайному переезду на пересечении улиц Поповая и 280-летия Барнаула. По поводу его переустройства жители города неоднократно обращались в мэрию. И вот с 16 августа начались работы в два этапа. На 10 дней даже пришлось изменить схему движения трамваев по трем маршрутам. Продолжит тему Данил Кузнецов. Известны многим горожанам трамвайный переезд на пересечении Попова и 280-летия Барнаула. Прежде проехать по нему было сложно и не без проблем для машины из-за высоты объекта. Люди просили переезд переделать и опустить трамвайные пути. 16 августа начался капитальный ремонт. На 10 дней пришлось изменить схему движения трамваев по трем маршрутам. У нас с 16 по 21 это будет ограничено движение трамваев. Ремонт производится в сторону пивзавода. А потом уже после завершения данных работы и восстановления движения на данном участке будет ограничено движение при движении трамваев в сторону станции Докучаева. Соответственно движение трамвайных маршрутов номер 2, 7 и номер 10 будет изменено. 26 августа после завершения первого этапа ремонтных работ трамваи стали курсировать привычными маршрутами. Но сам переезд пока еще не открыт. Движения по нему возобновятся со 2 сентября. Отметим, что за время работ дорожники не только переустроили прежде проблемный переезд, но и заменили 350 метров трамвайных путей. Данил Кузнецов специально для программы «Пульс города». Больше сотни тонн гуманитарного груза в несколько рейсов отправили в августе из Барнаула в Курскую область. Помощь собирали на базе Краевого дворца молодежи, движения «Мы вместе» и волонтерские организации. Весомую поддержку оказали барнаульские предприниматели и организации. В нуждающийся регион из Алтайского края прибыли необходимые продукты, предметы личной гигиены, постельное белье. Подробные в сюжете. Состоит это из продуктов питания, это крупы, это манка, это гречка, это макароны. Большой объем средств гигиены, это ренессанс-косметик, мыло, шампунь и так далее. Для взрослых и для детей. Для взрослых и для детей. А еще постельное белье, памперсы, а также все, что требуется школьникам при подготовке к учебному году, учебники, ранцы. Формировали гуманитарный груз с учетом запросов, которые поступили от жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. В Барнауле на эти запросы откликнулись сотни человек и десятки самых разных организаций и компаний. Мы отправляли бытовую химию, это товары первой необходимости, шампунь, мыло, зубная паста. И это наш долг, по-другому нельзя. Мы передали спальники нашего производства, мы их производим давно и в принципе не первый раз уже передаем. Когда узнали о том, что идет сбор груза, сошли своим долгом поучаствовать в этом, потому что мы здесь в тылу находимся, там тяжелая ситуация и мы должны помогать. Когда это от города и под присутствием камеры и сопровождением всех организаций, это уже уверенность вносит, что это все дойдет до помощи тех, кому это нужна. Сегодня это нас не касается, надеюсь, что завтра не коснется, но тем не менее, надо, чтобы это не коснулось, надо помогать. Активно участвовали в формировании груза для жителей Курской области. А это четыре фуры с продуктами и вещами, также общественные организации и депутаты городской думы. Это трагедия всей России и мы понимаем, как нужна сейчас помощь, поддержка. Люди идут, люди приносят все необходимое. Важно сейчас сплотиться, быть одной командой, что, собственно, происходит. Все регионы России сейчас отправляют гуманитарную помощь. Барнаул тоже активно включился в эту работу. Совет женщин при главе Барнаула помог в комплектовании учебной канцелярии. 25 рюкзаков для начальной школы, 25 для старшей. Все это тоже в составе гуманитарного груза. Это, конечно, отправка от всех жителей города. И это далеко не последняя отправка. Поэтому я бы хотел сказать спасибо всем барнаульцам. Это первая партия, которая сегодня пошла. Ей мы несколько дней взяли на то, чтобы ее такую сделать компактной. Вон четыре больших грузовых автомобиля. Сбор и средств, и разных предметов помощи, он продолжается. Напомним, что с начала спецоперации администрации Барнаула, Городской думой, партии «Единая Россия» совместно со строительными и предпринимателями города для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской народных республик организовано 15 отправок гуманитарного груза общей массой 250 тонн. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Специально для программы «Пульс города». Школы и другие образовательные учреждения Барнаула весь август проверяли специальные комиссии. Они оценивали, насколько объекты готовы к началу учебного года. Везде ли завершен ремонт, а также как обстоят дела с пожарной безопасностью и выписаны ли кому-то предписания об устранении замечаний. Все эти моменты пояснил в интервью моей коллеге, заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Василий Губанов. Василий Михайлович, у меня будет первый вопрос. Вообще, сколько образовательных учреждений распахнут в свои двери с началом учебного года? И есть ли среди них новые? У нас с начала учебного года свои двери откроют для учащихся, воспитанников и дополнительное образование. Вообще, как бы, 256 образовательных организаций заработают у нас со 2 сентября. Это 88 школ, 149 детских садов и 19 учреждений дополнительного образования. В этом учебном году, который нам предстоит, 24-25, новых учреждений у нас не вводится. Там продолжаются ремонтные работы у нас. Не ремонтные работы, правильно сказать. Стройка ведется по объекту. В квартале 2011 это школа. По детскому саду, который будет у нас, когда введут в эксплуатацию, 283. Ну, год мы начинаем с количеством 256 образовательных организаций. А сколько школ вообще обновилось к началу учебного года и насколько серьезно? То есть, где прошел капитальный ремонт, текущий? По нашим образовательным организациям, здесь надо правильно говорить, не по школам выделять их, а потому что готовится вся система образования к началу учебного года. И детские сады, и школы, и доп. образования. Порядка 130 объектов у нас прошли ремонты. Мы готовили их, ремонтировали кровли, замена окон производилась. Ремонт помещений, ремонтировались и полы, и стены обновлялись. Проведена, конечно, большая работа в этом плане. Но это был, так сказать, ремонт, правильно сказать, подготовительный такой образовательного учреждения. Какие-то узлы отдельно ремонтировались капитально, какие-то элементы менялись, потому что требовалось уже по времени, срок эксплуатации в них вышел. Вместе с тем, капитально за счет городского бюджета у нас отремонтирована школа номер 13. Там полностью был комплексный ремонт проведен. Замена была произведена как всех коммуникаций. Так были полностью отремонтированы у нас и помещения, в которых будут заниматься наши ребятишки, дети. Ну, то есть, в принципе, мы подошли туда капитальным ремонтом. Во время таких проверок вообще что больше всего беспокоит родителей? Первое, что беспокоит, наверное, всех и каждого, это безопасность. Ну, и уделяется внимание, чтобы обязательно ограждение у нас было целостное, чтобы у нас имелись и камеры видеонаблюдения, периметр, весь учреждение был в зоне видимости у поста охраны. Ну, и затем, чтобы все работали инженерные средства оповещения. Это кнопка тревожной сигнализации, она проверяется прямо на месте. Вообще, как бы, кнопки тревожной сигнализации у нас проверяются в обязательном порядке после сдачи дежурства. То есть, когда заступает на дежурство у нас охранная организация, кнопку проверяем и проверяем ее в конце при сдаче на уже вечернее время. То есть, ежедневно проходит проверку, но когда выходим на объект уже с приемкой комиссии, все равно это же самое проверяют уже специалисты. Прошел сигнал, все ли сработало. То есть, это вот один из элементов, очень важный, который должен функционировать. Видеонаблюдение также. На предупреждение у нас все системы должны работать. То есть, если есть камеры, они должны, в первую очередь, охватывать весь периметр, чтобы не было мертвых зон. Насколько вообще безопасны школы и детские сады Барнаула с точки зрения противопожарных требований? Противопожарные требования на сегодняшний день у нас соблюдаются. У нас все образовательные организации имеют автоматическую пожарную сигнализацию. Средства пожаротушения у нас также на объектах имеются. Проходят они и проверку. Ну, вот огнетушители, например, да. Все у нас огнетушители ежегодно проходят проверку, проверяются, вес проверяется, заправляются по необходимости. Проверяются пожарные гидранты. Мы проводим обработку деревянных покрытий. То есть, ну, то есть, все комплексы мероприятий, которые необходимы, нами выполняются. Пожарная сигнализация. У нас также есть обслуживающие организации, которые с периодичностью приходят, проверяют исправность. Ну, там договора заключаем. Они приходят, проверяют, чтобы все системы были исправны и все работало. Сигналы с пожарной сигнализацией уходят у нас на Федеральную пожарную службу по Алтайскому краю. То есть, если сработка идет, уходит сигнал. На 95% выполнено запланированное благоустройство парка «Изумрудный». Самый масштабный этап работ начался в юбилейном. По национальному проекту продолжается преображение и территории бывшего парка имени Ленина. Все работы продлятся до конца теплого сезона. Напомним, всего в 2024 году на создание комфортных городских пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда» из бюджетов всех уровней выделено больше 200 миллионов рублей. В парке «Юбилейный» сейчас обустраивают спортивные детские площадки, пешеходные дорожки. В том числе укладывают поребрики и плиточное покрытие. А также идут работы по обустройству площадок для памп-трека и скейт-парка. Устанавливается освещение. Завершаются работы в «Изумрудном». Здесь уже обустроены пешеходные дорожки, парковка. В районе ледового комплекса «Мотор» установлены информационные стенды и павильон шахматы. Сейчас рабочие обустраивают физкультурные площадки, устанавливают спортивные тренажеры. В бывшем парке имени Ленина устанавливают скамейки и устраивают основания для будущих пешеходных дорожек. Добавим, по нацпроекту в городе активно будут устраивать также дворы. Работы продлятся до конца октября. В общей сложности преобразится 39 дворов почти на 208 миллионов рублей. У Стеллы города трудовой доблести в Нагорном парке Бурнаула 22 августа прошли официальные мероприятия по случаю Дня государственного флага. Здесь состоялась торжественная церемония поднятия российского триколора и звучали поздравительные речи. Празднование юбилея главного символа страны началось торжественно и патриотично. Под звуки военного марша. На площади у Стеллы первые лица края и города, руководители силовых структур, общественники, активисты и юнормейцы. Чести поднять российский триколор удостоено подрастающее поколение. Это не только символ государственности. Этот флаг символизирует верность и преданность нашему Отечеству. Этот флаг символизирует преемственность поколений. Он говорит о патриотизме нашего народа. Он говорит о святости и верности своей стране. Праздник символа государственности – это еще и повод в очередной раз вспомнить о защитниках Отечества. Глава города Вячеслав Франк выразил слова благодарности всем солдатам, добывавшим победу в Великой Отечественной войне, во время локальных боевых конфликтов и бойцам СВО. Сегодня с этим флагом наши бойцы, наши герои отстаивают свободу, суверенитет нашей страны. Стелла – это живое. Это отцы и деды, это бабушки и мамы, которые ковали Великую Победу. Я благодарен всем барнаульцам, которые своим трудом приближают, приближают нашу победу. День государственного флага официально отмечают в стране с 1994 года. Но сам российский флаг имеет более чем 300-летнюю историю. Мария Костолева специально для программы «Пульс города». Пилотажная группа «Русские витязи» на праздновании дня рождения Барнаула продемонстрирует свое мастерство и примет участие в разного рода патриотических мероприятиях. Что еще ждет барнаульцев и гостей города и где планируют ограничить движение на время праздника, расскажем далее. Празднование 294-й годовщины со дня рождения Барнаула пройдет в краевой столице уже завтра, 31 августа. День города в этом году посвящен году семье, а также патриотизму. Не случайно гостем празднеств будет авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» из Кубинки. Очень известные пилоты, они действительно это элита наших вооруженных сил и они прилетают не только сделать показательные выступления на самолетах Су-30, но и они прилетят еще, будут задействованы нами во всех военно-патриотических акциях. Это встреча с молодежью, это организация выставки авиационной техники, это встреча с ветеранами нашими, потому что Барнаул все-таки авиационный город. Показательные выступления пилотажной группы состоятся над акваторией АБи-17 до 18 часов. Тренировочные полеты проводили несколько раз, в том числе и сегодня. В день города в Барнауле не планируют отказываться от фестиваля национальных культур. Он пройдет в парке «Центральный» в 10 утра. Карнавальное шествие в национальных костюмах стартует в 9.40 с проспекта Ленина. На Мало-Тобольской в это же время откроется ярмарка «Барнаул семейный». Задействуют в праздничных мероприятиях и площадь Сахарова. С 12 до 16 часов там будет спортивная программа, после 16 концертная. День рождения Барнаула отметят и в каждом районе города, по традиции, без алкоголя. С 9 до 21 часа продавать его не будут. Власти напомнили о необходимости перекрытия движения в праздничные дни. Это перекрытие на площади Баварина, проспект Ленин. У нас участок от улицы Ползунова непосредственно до речного вокзала. То есть также будут ограничены все съезды с Нового моста на проспект Ленина и с улицы Максима Горького. Данное перекрытие будет действовать 31 августа с 15.00 до 18.00. А накануне перекрыли площадь Сахарова, проспект Социалистический, в границах от Молодежной до Мерзликина. Перекрытие продлится вплоть до 1 сентября. Для безопасности граждан также принято решение запретить использовать самокаты и другие средства индивидуальной мобильности на пешеходной Молотобольской, Сахарова и в Центральном парке. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». А на этом у меня все новости. Будьте в курсе событий краевой столицы и держите руку на «Пульсе города». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова